Ленинград 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 А там одни опил, один опил. Если бы он был хлеб, его... А мы пока с булочной идем, вот с этим столенькой, с которым вот их сынок первый, а я как вот приемная, уже дочь была. И мы так понюхаем, а ведь надо принести домой, все же хочут езды. А что это еда? Какая это еда? До блокады в Ленинград было доставлено 84 тысячи тонн муки, менее 7 тысяч тонн картофеля и 30,5 тысяч тонн овощей. Это оказалось катастрофически мало для трех миллионов человек. Да еще и осенний завоз фактически не состоялся. К примеру, за год до блокады в город было везено в 35 раз больше картофеля и в 5 раз больше овощей. Нормы выдачи продовольствия жителям быстро сокращались. Личные закрома у людей были безумно малы, а то и совсем пусты. А постоянное сосание под ложечкой превратилось в голод. Кроме хлеба, чем вы еще питались? Как вы выживали? Ничем. У нас запаса никакого не было. Никакого не было запаса. Мы жили на третьем этаже, потом заловка сестрина, мужа сестра на первом жила. Она нас в эту свою комнатку на первую взяла, что говорит, может, не так бомба сразу нас убьет. У нее там было пшеные крупы, сколько-то. Вот мы эту крупу пруточком таким, которым вяжут, прокололи такую дырочку и оттуда цыдится она, вот эта крупа. Ну, там немножко было, килограмма три может, но мы и то спасали жизнь. А потом сестра в ремесленное училище была во второй половине дома. Там ребята, которые брали в Ленинград обучать, они все попали в войну и они остались там. Ежа кормить надо было. И вот сестра работала, мыла там эти кастрюли, каша, где вот пригорелая, что горелая, обмывает. Вот эту грязь принесет, и мы это хлебали. Голод во время блокады Ленинграда был назван смертным временем. Голодающие искали любые способы, чтобы хоть как-то выжить, когда жить хотелось больше, чем оставаться человеком. Ели кошек, мышей, собак и даже людей. А у нас на Путиловском заводе работал сосед, за стенкой жил, Федор Иванович. Вот он придет, а двери стеклянные у нас были, он так встанет и смотрит, где мы. А мы все залезем под кровать и прячемся, чтобы нас он не видел. Он сказал, Ира, хочешь обижайся, хочешь не обижайся, но я все равно твоих детей съем. Нас он хотел съесть, потому что он здоровый мужчина и работал, и вот такую крошку хлеба получал. Варили холодец какой-то с людей живых и обрезали. Машина идет, наложат солдаты, там все вырезано, где можно, все сварено, все проданено, все съедено. Все ели, все ели. Но даже в таких нечеловеческих условиях, истощенные голодом, многие до конца оставались людьми и старались помочь другим. Сосед жил Обрезкин, фамилия, он работал следователем военным. Они лошадь там разбомбят, а им давали, ну, хвост там останется. И вот тетя Маруся, жена его, тетя Маруся Обрезкина, нас спасала. Возьмет это, холодец варит, они же и сами его едят, и нам принесет тарелочку, так вот, по кусочку разделим. Делились во время голода. Вот так и выжили. 75 лет прошло, а я вот все, да вот, все здорово, все, говорит, ты все помнишь. А как не запомнишь? Такие лихости запомнишь? Правдивую историю будущим поколениям.